Всем привет, друзья! С вами Amway921, и не успели только мы попрощаться, ну как бы оборудов с 54-ой, которая совсем устарела, как разработчики в патче 9.20 заметно прочесали, и давайте в этом видео разберемся на сколько, потому что у меня прям, ну эмоции что-то прям через край. Начнем с орудий. Разобрались они с пушками таким образом, что теперь единственное, пожалуй, уместное орудие, это пушка Д-54. Ранешняя актуальная Д-10Т2С, она уместна лишь только в ДПМе, но он настолько некомфортный, стрелять с этой пушки невозможно по точности, вот вы видите сравнение по сведению, что ДПМ тут, ну играет совершенно последнюю роль, ну и плюс бронепробитие у него поменьше ББшками. Так что даже не знаю, что здесь думать, Д-54 и в бой, что называется. Правда, это не означает, что пушку вторую выкачивать не нужно, потому что они обе по факту являются неотъемлемой частью ветки прокачки, и без Д-10Т2С вы к Объекту 140, например, не доберетесь. То есть один хрен качать обе, но играть только, повторяю, с Д-54. И чтобы дважды не вставать, есть еще один танк в советской ветке, это Объект 430, вариант 2, у него по факту с пушками была та же самая катавасия, что и у ранечной 54, здесь ничего не поменялось. По-прежнему здесь актуально именно, ну скажем так, предтоповое орудие, хотя они по факту одинаковые по уровню, но по порядку, по крайней мере, разные. Разрабы, может быть, потом доберутся до этого танка, а пока вот так. И самое вкусное. Самое вкусное в 54 было во все времена то, что башня у него была реально крепкой, непробиваемой, местами непробиваемой. Корпус там туда-сюда, 120 миллиметров, то есть приведенки там 240, пробивают некоторые восьмерки его, там и каждая десятка там, само собой, понятно. Но вот башня во лбу изменилась просто кардинально. Если раньше самое прочное место, вот такая, как бы ярко-красная, как сейчас, но там раньше было 200, то разрабы сделали 240. Комбашенки оставили прежними, но именно лоб башни в 240, это вообще нифига не те же самые, что и 200. Это броня, которая по-настоящему отбивает. Чтобы вы понимали, насколько это дофига, у объектов 140 тоже 240 миллиметров в башне. То есть эта башня отбивает все восьмерки, плюс-минус там, ну может быть, почти все девятки и даже некоторые десятые уровни. Голду, само собой, пропускает все с завидным постоянством, но тем не менее, то есть шанс отбивать, а трикошетить у этой башни возрастает до небес, когда у прошлой был, ну, такое. В общем, 54 вернулась, друзья. Вот что я вам могу сказать, если вы ее качали и немножко как-то подприуныли, потому что, ну, брони нету, а что в ней еще там есть, бронепробития тоже особенного нету, разового урона нету, то сейчас все на круги своя. Броня башни отбивает. Если мы будем выезжать, скажем, бортом, ну, типа обратным ромбом, то и борт, где 80 миллиметров, тоже способен кое-чего отбивать. И вообще, это, ну, вполне себе танкующий средний танк. То есть он такой уже, хороший, с характером получается. Единственное, повторюсь еще раз, не самое большое бронепробитие. Когда мы играем в топе, например, как сейчас, проблем нет почти любого. Ну, в данном бою, кроме, наверное, там, тапка, да, мы в лоб пробьем, ну, без проблем, хоть кого, хоть куда. Ну, это в этом бою, конечно. А так, в среднем, если мы играем против десятых уровней, то далеко не каждого тяжа мы берем в лоб, само собой. И там уже нужно либо исхищряться, либо такие по старинке использовать довольно много кумулятивов. Я здесь по старой памяти их пол кабины напихал, как бы, но на деле сейчас это, я считаю, не очень уместно. То есть не так и часто возникает ситуация, когда вот выехал на тебя Е100, и кроме как в лоб, возможности у тебя его попробовать и повыживать при этом нету, там, ну, само собой, кумулятивы. Это, наверное, не новость, собственно, никому не открою никакой новой земли. Смысл весь в том, что на бронебойных сейчас можно нормально играть. И также, если какой-нибудь даже тяж 10 уровня, пусть самый громоздкий, отфлекся, то можно врываться на него и от этой башни, притираясь к борту тяжа, смело взад-вперед вокруг тяжика гоняя, его расстреливать бронебойными там во все, собственно говоря, нежные места. Кстати, пока я тут вот езжу, стреляю, пытаюсь как-то этих там парней подсвечивая расстреливать, обратите внимание на то, как по мне в итоге будут стрелять весь бой, что из этого всего отскочит, попадет в заблокированный урон, а что пробьет. И после этого боя, что-то я прям реально уверовал в возвращение 54. Ну да, это бой в топе, все понятно, но тем не менее, раньше 54 и этого себе позволить не могла. И была странным танком. То есть на ней, если ты играешь в снайпера, можно в принципе на любом танке играть в снайпера, то никаких тут достоинств, ни альфы, ни пробития. И все, что оставалось в 54 раньше, это именно играть в активный геймплей, крутить, вертеть, врываться взводом, там и тому подобное. Сейчас, как бы, мы и универсальны. Мы можем заменить местами тяжелые танки, например, вот данный, ну там, не знаю, Т-10, тапок по мне пытаются стрелять, он уже на 1700 наотбивал от них. Но самое главное, что никакой проблемы. Отбиваешь, выезжаешь, стреляешь. Отбиваешь, выезжаешь, стреляешь. Тем более, эти гениальные противники еще и бортом подставляются, там, катками, их и ББшками вполне можно развлекать. Я кумулятивным в этом бою, ну, не было, как бы, причины ни разу никакой стрелять. Но, правда, само собой немножко пульки будут заканчиваться к концу боя, уже видно, уже 9 ББшек осталось. Ну, в общем, это не главное. Тут, правда, выехала Пантера прям совсем стоковая. Конечно, ее считать как какую-то опасность, которая мне не пробивает, не нужно. Но, тем не менее, у нее шансов пробить 54 в лоб просто нет. Для нас опасные враги это те, у которых, по факту, бронепробитие, ну, превышает 240 мм. То есть, 240, 250 и выше. Там нас почти всегда пробьют в лоб корпуса. Все остальные, ниже уровня, у которых бронепробитие меньше, не пробьют нас никогда. Ну, если к Галду не будут стрелять, и то, если мы как-нибудь там не ошибемся. Тут даже в голову приходит вот какой момент, а не станет ли 54 имбой с этими всеми цифрами. Ну, я традиционно почекал статистику, почему-то процент побед падает. Но, по ощущениям, по ощущениям танк улучшился значительно. Почему винрейт падает, я не знаю. Может быть, потому что изменился матчмейкер, и раньше ты был часто в топе, а теперь очень много боев в 10 уровнях, на которых как бы сложно как-то сильно влиять. Не знаю, ответ какой-то за самими печатями фиг поймет, короче говоря. Но, субъективно, этот танк как будто бы стал не просто там девятым минус половина уровня, как раньше было по ощущениям, а сейчас как будто бы уровень девять с половиной. То есть, он вот-вот, и уже практически объект 140. У тех, правда, там и пулька летает быстрее, пробитие лучше, но в целом геймплей очень схожий. В очередной раз хочется вас призвать, если на аккаунтах у вас 54 имеется, погонять ее, потестировать. Может быть, мне одному кажется, может быть, я там опять что-то перевпечатлился после какого-то очередного неплохого боя, такое бывало иногда. Но, тем не менее, я помню, какая 54 была раньше, когда ее пробивали в лоб там всякие, не знаю, любые ББшками. Да просто хоть куда, хоть что-то делай. Хоть крутись, хоть вертись. Любая девятка пробивала, а когда уже почти любая восьмерка, уже хочется прям приуныть. Сейчас нет. Сейчас даже, например, вот в данном месте, где я как бы стою, вижу, что за спиной две ПТшки, которые отстреливают все, что я тут свечу, значительно поддерживают меня. Ну, а с другой стороны, что от меня требуется? Просто выживать, выживать и светить всех тех, кто на меня подъезжает. Вот что и получилось в итоге. То есть огромное количество отбитого урона, он уже почти 4000 нанесенного там, подсвеченного и так далее. Ну и здесь разбираемся уже с револьвером и принимаю решение как-то помогать нашим ПТшкам. Правда, даже не знаю как. У меня как-то здесь заклинило немного. Вроде, с одной стороны, было бы правильно поехать убить до конца CDC, чтобы он тут быстро не появился, и с горы помочь по 34 пострелять. Но с другой стороны, вижу, что я очень сильно опаздываю. ПТшки не встретят там все, что подъедет сейчас к ним по первой линии, и мне нужно, скорее всего, будет возвращаться. Но пока я об этом не думаю, верю в то, что я тут найду CDC, как-нибудь там с кем-нибудь еще справлюсь, плюс Ягдтигр неизвестно где и тому подобное. Правильных вариантов все-таки тут нету, да? Бой уже тяжелый. Ага, вот, находится CDC, стоит тут дежурить, даже не прочувствовал, что я приехал и оказался поблизости. И засвечивается посреди всего центра Ягдтигр. У него фулл-хп, выезжать с ним, перестреливаться под огнем артиллерии, такая себе задача, какая бы ни была у меня броня, у него с бронепробитием все в порядке. Он может и в лоб башни пробить. И решаю отъехать. Вообще, вот, все эти изменения с 54, они у меня в голове немного не укладываются. Ну, в каком смысле? Они, конечно, сделаны прямо вот в точку. Сделано все, что нужно. Разобрались с пушками, что там была какая-то странная путаница и непонятница. Теперь и высокое бронепробитие, и точность, и время сведения, и стабилизация. Все находится в одной пушке, а не в разных. Тут даже думать нечего. А с другой стороны, когда вот смотришь, как апнули из 7, и там, как бы, ну, по ощущениям, реально, на треть от необходимого он получил улучшений, то 54 прям на все 100%. И вопрос, а почему? Почему здесь разработчики не побоялись, ну, как бы, переборщить и сделали из 54 прям, ну, реально, настоящего грозного воина, а из 7 как-то вот так вот? Может быть, дело в том, что из 7 прям совсем много именно находится на текущих аккаунтах, и разработчики боялись перекосить рандом тем, что, ну, слишком много танков, и сделать их слишком крутыми было бы слишком печально для остальных, опять же. Фиг его знает, опять же, мои догадки только, но факт остается фактом, друзья. И, может быть, даже там допускаю, что вдруг я перехвалил в этом видосе, может быть, все не так радостно, может быть, сыграл там против десяток бы боев 20 подряд, понял бы, что не все то золото, что блестит. Но это очевидно, и совершенно точно совсем иной танк, чем был раньше. Раньше прям об нему все ноги вытирали, а сейчас он действительно способен отбивать. На секундочку, средний танк надбивал почти 5000 урона. Трид-четверо, само собой, он не танчит. Трид-четверо стреляет, ну, тупо в лоб корпуса. Там я его физически не могу отбивать ничем. Ну, просто, просто вот очередной пример, как оно сейчас стало, и как, наверное, многие из вас помнят, было. Бой, конечно, не вытащил тут. Сложно было. Ну, тем не менее, короче, вот такие вот новости. Еще раз, жду вас в комментариях, тестируйте, пишите свои отзывы, что вы об этом думаете. Ну, а если видео вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok